Сегодня я покажу вам еще раз, как нужно полировать, потому что много вопросов задают. Сразу хочу сказать, что мои видео уроки для тех людей, которые только начинают, хотят что-то сами себе сделать. Поэтому способы я показываю не все профессиональные, больше те, которыми можно воспользоваться в гаражных условиях, то бишь при минимуме затрат и минимуме опыта. Поэтому часто некоторые мудаки мне пишут в комментариях, типа колхозник, пользуешься такими, как говорится, дедовскими колхозными методами, не знаю, что такое трезак. Я знаю, что такое трезак, знаю, как им и где пользоваться. Но люди, которые еще не на опыте трезаком, я бы не советовал пользоваться, потому что он работает как бы на оборотах, и можете протереть нежелательные места, что поначалу часто и у меня даже случалось, сейчас как бы я нормальным работаю. На мелких деталях полировку производить лучше вручную. Как бы вручную мы замываем под полировку, пылинки все это убираем. Ну и машинкой потом уже полируем. Полировать будьте внимательны, когда полируете, на углах, на острых углах, на краях, что шкурочкой, что машинкой, трите очень аккуратно, потому что края и выступающие части очень легко протереть лак. Еще был такой вопрос, можно ли отполировать просто краску без лака. Ну, то есть акриловые краски. В данном случае кто-то писал краску Вика. Как бы я ее не крашу, но раньше красил. Краска, кстати, недорогая и неплохая. Очень яркие цвета у ней. Краска, по-моему, лицкая, как вот мелко была. Цвета красивые у ней. Если вот кто-то Жигули красит или что-то попроще, ради бога, краска хорошая. Только берите ту, которая идет с отвердителем. И отвердитель должен быть родной. Не изур, а родной именно с этой краски. Полируется Вика так же легко. То есть точно так же полируешь. В данном случае, если мы лак полируем, нам как бы стараемся не протереть лак. Ну, а Вику так же трем, только стараемся не протереть до грунта. И, в принципе, она полируется так же. Краска твердеет быстро. Вязкость у ней хорошая. Так что ждите. Еще такой вопрос. Как узнать, когда можно полировать подтек? Подтек можете дотронуться к краям ногтя до подтека. Если он оставляет след, и вы видите, что краска очень мягкая. Тереть не стоит. Если подтек уже трудно продавить пальцем, ну, ногтем, значит, уже как бы можно потихонечку полировать. Полируете с водичкой. Многие пишут, почему-то у меня не получается грунт с водой затереть. Ой, без воды. Грунт затирается с водичкой, 800-кой шкуркой под акрил. И если вы уже, ну, вот под металлик, например, под перламутр, я уже перетираю 1000-1200. Грунту желательно дать хорошо просохнуть и просесть. То есть, там я показывал, как нанести проявочный слой. Грунту лучше сохнуть 2-3 дня, желательно. Ну, если делаете себе там или наскоряк, можете через день сделать. Но будьте готовы, что у вас останутся, когда вы уже покрасите. Не факт, что сразу. Вы уже можете отполировать. И через какое-то время грунт у вас просядет, и появятся маленькие рисочки, которые видно на свет. Ну, в принципе-то и все. Вчера вот мы покрасили бак от мопеда. Крышечку одну, правда, не покрасили. Сегодня я покажу вам, как это все полируется. Как бы вот такой у нас бак получился. Как вы видите, цвет перламутр. Красивый цвет на солнце очень играет. И немножко тут есть, конечно, свои нюансики, которые мы сегодня будем убирать. Вот так выглядит старушка. Все-таки 41 год. Сейчас мы подкрасим еще одну крышечку, подполируем его. Будет замечательная техника. Сейчас я покажу, как покрасить перламутром. То есть перламутр состоит с трех компонентов. Это база. В данном случае база у нас будет белой. Сам перламутр, то есть элемент, который вот играет этот эффект. И лак. Прежде чем покрасить, мы тысячной шкуркой обработали это все. Можно 1200. Вот такую деталь. Тут вот, где у нас в значках, тоже пальчиком протереть можно. Ну, в данном случае мы делаем для себя. Так особо извращаться не будем. То есть, ну, суть вы поймете. Так, вот тут у нас шероховатость надо убрать. Обезжириваем все. Обезжириваем обезжирителем. Не растворитель. Не растворитель используем. Обезжириватель специальная такая штучка. Она не разъедает грунт. То есть растворителем вы можете снять грунт. Что как бы не хотелось бы делать. То есть, вот, пистолет может быть любым. В данном случае у меня такой. Многие его делаются там, да, оборудованием. Но это не важно. Важен эффект. Как он красит, как что. То есть, как говорится, какают все одинаково. И короли, и нищие. Так, кто-то там назвали. И накладывают. Краски мы покрыли базой. Теперь кроем перламутром. Перламутр тоже наносим небольшими слоями. Тоненькими. Сначала края проходим. Ну и последнюю очередь лаком. Открываем. Пистолет после каждого раза моем. Если есть разные пистолеты или бочки, можно пользоваться разными пистолетами. И такими же. Сначала с краю. Вот, берем, чтобы для полировки, берем двухтысячную шкурку. Водичкой чуть-чуть смачиваем тут. Убираем пылинки, чтобы у нас не попали. Шкурочку тоже смываем, чтобы на шкурочке у нас не было песчинок. И легкими движениями, круговыми, убираем ненужную пыль. Желательно все это делать в тени, потому что у нас солнце лак может подтаять, если он не совсем засох. Ну, такими движениями убираем. На углах очень аккуратно. Углы можно протереть. Вот, все, теперь берем полирольку. В данном случае я взял круг мягкий, он черного цвета, белого пожестче. Мягкий, потому что здесь очень много углов. Как бы я их боюсь протереть. Есть, конечно, на ютубе очень умные люди, которые не протрут. В комментариях они часто это пишут. Но мы будем надежным способом. Держи бак. Не надо поливать. Хорошо держим. Хорошо держим. и после того как мы отполировали чтобы у нас разводов не было берем такое молочко вот чуть-чуть все кончилось чуть-чуть намазываем немного получилось так вот размазываем по плоскости весь не надо мазать потому что не успеете вытереть так вот чуть-чуть подождали чтобы он замотавил и стираем разводы от полирольки то есть поверхность у нас гладенькая ровно примерно вот так получилось рама будет покрашена в красный перламутр крыло у нас будет покрашена серебристый металлик тоже с эффектом перламутра будет красиво выглядеть